Говорить о достоинствах этой книги я буду. Для меня книжка, мне кажется, книга замечательная, скажу сразу. Вот, книга эта, как уже Леонид сказал, была написана, первый, так сказать, ее текст был написан больше 30 лет назад, книга издана сегодня. И, к несчастью, сказать, что время, которое прошло, сделало ее устаревшей, нельзя. Хотя в наше время 30 лет – это колоссальный срок, особенно если учесть стремительность, с которой меняется сегодня мир. Сравните мир 80-х годов и мир сегодняшний. Ну, вот мы с Леонидом Прайсмоном можем сравнивать, барышни – вряд ли. Вот, это действительно два уже, как бы, две разных эпохи. И тем не менее, проблематика этой книги остается так же актуальна, как и 30 лет назад. И книга эта была бы актуальна, если бы Леонид написал ее не в 85-м, а в 55-м, в 25-м, в 1905-м году и так далее. Вот, то есть, книга, она, как бы, требует названия всегда компактного, четкого, да, дела Дрифуса. Если бы это была научная статья или научная работа, то она должна была бы называться, как «Дело Дрифуса», как один из самых выразительных эпизодов истории мирового антисемитизма. Потому что главная тема – персонаж, да, Дрифус, и остальные персонажи вокруг него. Но сама главная тема – это, конечно, антисемитизм. Это страшная дыра, страшная такая черная, смердящая совершенно, жуткая пропасть, в которую проваливаются и общество, и люди, и так далее. Вот этот дикий совершенно замес злобы, страха, каких-то комплексов, жестокости и так далее, и так далее, который, который в конечном счете, как бы, вот и называемый, да, антисемитизмом, он, получается, вечен. То есть, получается, что народу для того, чтобы быть народом, обязательно нужен враг. А для правителей всегда очень удобно иметь врага, который будет сплачивать население его страны в народ. Так вот, антисемитизм – один из способов, так сказать, самых отвратительных и самых… Ну, тем не менее, как раз то, о чем написал Прайсман в своей книге, говоря о заговоре генералов, да, и использовании этого. Актуальность этой книги сегодня, вот в сегодняшнем мире, да, по сравнению с миром, там, в 80-е годы, в том, что вот на наших глазах антисемитизм просто возрастает, взбухает, так сказать, взбраживает со страшной силой во всем мире, особенно Западная Европа и Соединенные Штаты Америки. Ощущение такое, что оно, конечно, да, там, расстрел французских журналистов, исламским террористам – это ужасно. Нападение на еврейские синагоги – это, конечно, ужасно. И о Франции говорили о том, как это, что вот мы не позволим, мы там, то, сё, мы… И было, так сказать, необыкновенно пафосно устроено шествие, объединение против всего этого дела. Только почему-то в этом шествии было не рекомендовано участвовать первым лицам из Израиля, потому что в шествии должны были идти так называемые палестинцы, чтобы вот их как бы вот… Америка содрогнулась, когда взорвались башни-близнецы, и в этом году вспоминали про это и так далее, и так далее. И тем не менее, страх перед исламским терроризмом, и я уж не знаю, что ими движет, это вот политика и риторика нынешней демократической партии США, которая пришла к власти, она наполовину просто антисемитская, совершенно отчётливая и так далее. Сегодня антисемитизм рядится под антиизраильскую риторику. Вот, так сказать, еврейка очень хорошая, но вот Израиль, он ужасный, отвратительный и так далее. И здесь ситуация простая, то есть, ну как простая? Ситуация заключается в том, что вот сколько мы не живём так, столько мы должны все вот люди, которые, ну хоть что-то понимают, у которых есть какая-то нравственная брезгливость или ещё что-то подобное тому, заниматься таким делом, как просветительство. Просто просветительство, просто рассказывать, просто объяснять, чтобы люди знали. Это я недавно прочитал, тут был юбилей писателя польского Станислава Лема, который сказал, что когда начал работать интернет, и он зашёл в интернет и начал общаться свободно, со свободными и целыми, это было для него одно из самых тяжких потрясений в его жизни. Он обнаружил степень, как бы так сказать, безмыслия, да, я не скажу глупости, а глупость это, ну что-то плюс-минус, а здесь не плюс, не минус, здесь просто пустота. Безмыслие людей, чудовищное, фантастическое. И здесь, хотим или не хотим, но вот эта работа постоянная и необходимая. Книга «Дело Дрейфуса» и выход её в Россию – это необыкновенно важное событие. Объясню почему. Просто про дело Дрейфуса все мы знаем. Но мы знаем как. Вот был такой эпизод в жизни Золя. Было такое вот в этом самом событие какое-то. То есть мы знаем об этом событии по эху, которое расходится везде. И оно и в русской истории, в культуре, в высказываниях. Оно присутствует эхо, мы знаем. Но для нас эта история, она всегда закадровая какая-то. Мы вот её вот… И вот это просто неоткуда узнать. Ну, короткая справка в Википедии. Всё, да? Или нужно читать книги там английские, французские и прочие, которые мало кто из нас там может читать и так далее. И поэтому книга Прайсмана в этом отношении – это первая в России необыкновенная… То есть очень нужная книга. Очень нужная. То есть просто элементарная вещь. Откуда узнать, что там было на самом деле? Причём читается это, ну не знаю, как исторический роман. И слава Богу, что это не роман, а это документальное повествование, потому что был бы это роман, то всегда можно списать на пылкость воображения писателя, изощрённость его фантазии и так далее. Потому что сюжеты, сюжетные как бы ходы и выходы вот этой истории настолько прихотливые, настолько переплетаются, запутанные, сложные и настолько выразительные, что просто придумать это невозможно. И замечательно, что эта книга документальная, что это текст историка. Раз. Историка корректного. Мне понравилось. Я повторяю, я не историк. Я не берусь судить, ну как бы с профессиональной, что ли, точки зрения, да, вот как историк. Я говорю как читатель, такой среднестатистический. Вот. Мне что нравится в этой книге? Мне нравится корректность автора, корректность историка, который сначала излагает историю Дрейфуса и вообще всего этого дела, следуя за уже многократно как бы там утверждённой существующих историей этой, общепринятой, но не общепринятой, а вот той историей, которая вот абсолютно достоверна и так далее. То, что все как бы вот люди, вовлечённые в материал, знают. Вот он это всё проделал. А затем он высказывает некоторые свои соображения, некоторые свои, вот почему это могло произойти, что было мотором этих событий. И это типа личное мнение уже прайсмана-историка. Вот. Но я не берусь судить, насколько оно точное, насколько оно там неточное и так далее. Но то, что он это отделяет одно от другого и даёт возможность подумать, сопоставить – это очень важно. И это важно, потому что это даёт некоторым, как сказать, объём, так сказать, этой истории, объёмность, простор для этого. Вот. Из чисто, как сказать, эмоционального, да, вот я как читатель, читающий эту книгу и естественно слушающий звучание голоса повествователя, пусть это и труд наполовину научный, предполагающий определённую бесстрастность и так далее. И тем не менее это, как бы, пишет живой человек, пишет еврей об одном из самых болезненных эпизодов еврейской истории, так. И здесь можно было ожидать и предполагать некоторое такое, ну не скажу захлёб, но определённые, как бы, эмоциональные напоры, эмоциональное давление, так. А, то есть, ну да, я не знаю, грубо говоря, был бы я там евреем, так. Я бы сунулся там, я не знаю, в того же Пикара. Ну да, мол, типа ты молодец, хорошо, но всё равно ты антисемиты вообще отвали отсюда. То есть разбираться в оттенках антисемита, вот насколько это, это, ну как бы, вот или всех как бы поделить на антисемитов и нормальных людей. Или нет. Но у Фрайсмана, как у историка, вот есть его, как бы, профессиональное мужество, что ли, или, не скажу бесстрастность, но вот научная, так сказать, дисциплина, он разбирается в оттенках, он разбирается в степени, так сказать, антисемитизма и так далее. Потому что, ну там тот же Золя, да, так сказать, герой этой истории, на самом деле, в смысле антисемитизма тоже тут всё, не так всё просто, скажем так. Вот, и кстати, в книге это замечательно сделано там, когда Фрайсман коротко характеризует некоторые сюжетные ходы и как бы обработку некоторых персонажей в его романах. Вот это очень как бы выразительно. Вот. Ну и просто книга легко читается. Не потому, что она легковесная, а потому, что она очень ясная, очень чёткая. У этой истории в жизни была своя мощная энергетика, был свой ритм, так сказать, происходящего, довольно была своя необыкновенно мощная эмоциональная насыщенность всего, что там происходило. И Фрайсман, как историк, не претендующий там на какие-то писательские, литературные ухищрения, создание атмосферы, там, создание какого-то напора, там, эмоционального и так далее, и так далее, тем не менее, он передаёт и динамику этого происходившего, и создаёт атмосферу того, что происходило. И там есть энергетика, там есть напор как бы жизненный. То есть описание, изложение этого сюжета для меня, как читателя, абсолютно соответствует содержанию этого, соответствует напору, силе того, что было на самом деле, вот как бы в истории. То есть, когда я сказал, что читается как исторический роман, это не было укором автору, да, что вот он там из реальности делает роман. А наоборот, ну, своими средствами, историкой и так далее, написать книгу, чтение которой может захватить. Это дорогого слова.